Гия проиграл копейку, и поехала она в далекий Новосибирск. Новый хозяин сдал копейку в комиссионный магазин. В Сибири тоже были очереди, но для Антона сделали исключение. По блату. Но она белая? Белая, белая, белая. Антон был представителем технической интеллигенции. Он был сложный человек, поэтому любил три вещи. Физику, жену и диссидентов. А больше всего на свете он ненавидел советскую власть, которая дала ему все. А вот жена его любила всего одну вещь, Высоцкого. Нет, не могу кончить, Высоцкого. Поставь далечия. Доми, ну, сколько можно про эти лагеря слушать? Тебе, Андрей Андалевич? Скаливый гад. Тебе действительно, Высоцкий? Нравится. А за что он тебе нравится? Он настоящий. Сегодня Нюнка соглашается, да? Настоящий? А это настоящий. Ой, Ваня, глянь, какие клоуны. Это настоящий, да? Да. Твой Высоцкий, креботненный, пошли. А ты, Галич, антисовичек. А ты дура. Ну, Тони, ну, прости меня. Ты меня, да, просто пугаешь. Ну, я ляпнула, не подумав. Но мне действительно нравится. Ну, хоть раз в жизни, когда меня не будет дома. Еще магнитофон, послушай, Галича. А у папы ее пайки циковские. А по праздникам кино с Целиковской. Это же гениальная поэзия. Что-то не понимаешь, дура. Как же я люблю тебя. Ну, послушаем твоего Галича. Нашего Галича. Нашего. Нашего Галича. Давай послушаем нашего Галича. Нашего Галича. Ну, что с тобой, старуха? Ну, давай, давай. Ну, мы же все с тобой делаем правильно. И свечи новые у тебя. И трамблеры тебе поменял. И карбюратор тебе, Феденька, почистил. Копейка часто глохла. Хозяин не следил за ней. Но нет худа без добра. Заглохнув, Копейка подсказала ему гениальную идею. В Сибири это бывает. Я отпускаю сцепление. Ты заводишься. Я трогаю газ. Ты глохнешь. И мы двигаемся по инерции. А вокруг нас поле. Магнитное поле. И наша плазма в этом поле. Погоди-ка, погоди-ка. А ну, погоди-ка. То есть, частота скачков зависит от порога неустойчивости. А порог неустойчивости повышается при наложении магнитного поля. Тогда? Ну, тогда. Но ведь тогда эффект скручивания плазмы будет целиком зависеть от полосы рассеянной скачков. Это как дважды два. Как дважды два. Че, командир? Стоим, да? Помощь нам нужна? Да ты понимаешь, что эффект скручивания плазмы будет целиком зависеть от полосы рассеивания магнитных скачков. Ага. Значит, тросом будем трогать, да? Ладно. Совершенно очевидно, что для теоретической оценки величины эпикулярной скорости скоплений необходима дополнительная информация о спектре и амплитуде возмущения плотности в больших масштабах. Эту информацию, я полагаю, в принципе, могут дать наблюдения угловых фруктуаций микроволнового фона. Жаль. Жаль, коллега. Что это не пришло в мою пляшевую грузу. Поздравляю. Это государственная премия. Здорово, старик. Тебе голубец должен вагон коньяку поставить. Скажи. Как это то? Машина заглохла. Копейка заглохла. Я с руду этих галстук не носил. Что, в белые водолазцы в кремль не пустят? Ой, Борщевский прав. Ну, так у них положено, понимаешь? Ну, как форма, что ли? Плевал я на эту форму. Тоже почет. Если бы ни ребята, ни в жизнь бы не поехали. Ну, успокойся. Не каждый же день ты за госпремией летаешь. Плевал я на их премию. Из рук этих гадов. Да в гробу я их видал. И черт с ними. Ты возьми быстрее и домой обратно. На, хватит на галстук. Как вот его завязывается? Ну, успокойся. Ну, Антон Борисович Лепетев. Ну, что ты так психуешь? Ты же меня гений. А гении не должны психовать. Гении должны быть выше всего. Ты, ты сходи там в Третьяковку. Или в Пушкинский. Ольга, я решила Жигуи подарить Галичу. У нас же Волга будет. Зачем она вторая машина? Я и адрес узнал. Возьму ключи и отдам. Он же диссидент. Могу я сделать подарок этому человеку? Или я простое советское ничторство? Отдам мне ключи и все. А за машину он пришлет кого-нибудь. Тонь, ты... Ты не делай этого. Я... Я не боюсь. Я просто сам он плохой видел. Ты погубишь? Из себя, Минера. Ну не дари ее Галичу. Да кому ж нее подарить-то? Не служеницына уже. Ну подари. Подари. А Куджаве? Акква. Пах, Пах. Пах. Продолжение следует...